Доброго времени отсюда, уважаемые подписчики, канал ТВ Маэстро и я, Александр, приветствую вас. Небольшой жилоб, познакомились мы с человеком, с Арбата, ну это местный житель Арбата, он так, конечно, тусуется с ребятами и многих знает по Арбату, но сам он местный, там родился, он будет в квартире. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, просматривайте ролики, понимайте, входите в курс событий, чем мы занимаемся, пишите комментарии, ставьте лайки, подписочка с вас и не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе событий, всего происходящего на канале. Всем приятного просмотра, всем в хорошем настроении, ролик записывался позавчера, поэтому на даты и дни недели особо не обращайте внимания. В Москве посвежело, погодка безоблачная, такая легкая прохлада, очень хорошо после такой конкретной жары, всего-всего хорошего, добра вам. Уважаемые подписчики, вот многие не знают, многие спрашивали, значит, борщевит, которым обожжена спина у Валеры Космоса. Вот смотрите, какое замечательное растение, ну так по приколу мы где-то в видео называли его чернобыльский укроп, тоже зонтичное строение семенных этих фигнюшек. И вот такой вот, а тогда он маленький, здесь вот он уже подрос, а тогда еще поменьше, он похож на лопух, наш обычный репейник. Очень многие путают по незнанию, вот, и вот прикасаться к нему нельзя, руками и телом содержатся в стрекательной, находятся в стрекательной клетке везде. У крапивы возьмите, да, у нее только на листях стрекательной клетке, а здесь везде, на семенах, на стеблях, на листях. Вот он даже по краю, он уже говорит, что я опасен, такой вот он, как крокодил, блин. И вот если прикоснуться к нему и попадает на место, то есть в стрекательной клетке выбрасывают сок, ферменты какие-то. И, значит, под действием ультрафиолетовых лучей солнца происходит химическая реакция и химический ожог. Прямо сразу вскакивает вал дырь, кто когда-то видел, когда люди ошпариваются кипятком. Вот то же самое происходит, только заживление после кипятка. Есть процедуры, народные средства и так далее. Здесь не изучено лечение на самом деле. Очень много я прочитал про это растение. Ну вот мы тут загораем. Я просто еще иду, вот пошел. Сегодня мы уезжаем, отдыхаем. Всего пятница. Ну, кто-то отдыхает, а я просто пытаюсь, пытаюсь отдохнуть. Ничего не получается. Я просто не понимаю, как здесь люди живут. Вот что они здесь делают. Вот их дома. Как вообще можно здесь жить? Что делать? Здесь еще более-менее цивильные дома. А там я видел двухэтажное строение многоквартирное. И, наверное, ну, допустим, из 20 квартир три жилых. Вон он домик. Такой стоит. Вот такая вот забытая Россия. Просто не понимаю. Вот от пляжа магазин недалеко. Хотим попить кофе. Закончился кофе и сахар. Отдыхать здесь, да. Отдыхать здесь шикардосно. Вот у меня дом у отца в деревне. Подобные, подобные. Вот этому. Здесь он весь облезлый. Папу моего. Четкий домик. Ухоженный. Подобный дом. Подобное село. Тоже там пруд есть. Речка. Лес. И так далее. Ну, там только отдыхать. Я не знаю, как. Живут пенсионеры. Ну, и там люди, связанные с бюджетными организациями. На бюджете. Что зарабатывает? Полиция в России. Школа. Вот такой маленький обзор. А все началось у нас с ужасного растения. Ветром унесло все самое дорогое. Оставим в пустоте сметящий снег. Хилам потихо догорал. В остатках любящих людей все ушло в минуты ожидания. Прекрасных белых кораблей. Нету места больше у причала, который был тебе роднее. Ты плыви с помутным ветром, с любовью верой на борту. И ты увидишь непременно берег светлый своей любви. А ведь могло бы все иначе. Был отогненный пожар, просив себе тиракиян лаская. Встречал бы ласковые плечалы. Капитан, пройдя расчетки, воняв швотки. Счастья нет, но было поздно, слишком поздно. И Киль готовился к дну. А ты плыви с попутным ветром. А ты плыви с попутным ветром. С любовь и верой на борту. Ветром вынесло все самое дорогое. Стая в пустоте сметящей смехи. Лампа тихо догорала. В остатках любящих людей все ушло в минуты ожидания. Прекрасных белых кораблей. Нету места больше у причала, который был тебе роднее. Непременно все будет охуенно. Можно даже вот так. Я там живу, да. Ты живешь там? В Арбате, да. Ну, короче, где была то хужава. На Дмуму я живу. Не скажи. Такое говно. По эквиваленту, да. А так, не. Знаешь, что я тебе могу сказать? Мне намного проще с вами общаться. Честное слово. Я сам бродяга. Мне с вами проще общаться, нежели чем там, где я живу. С соседями. Говно. Полное. Пидарасы. Конченые. Люди. Люди в Москве. В Москве. Извиняюсь, пожалуйста. Я извиняюсь. Пидарасы. Три процента. Я тебе говорю. Пидарасы. Просто. Я сам здесь родился. Правда. А где? Но нету. Но нету. Я на Арбате родился. Но нету людей. Нормальных людей нету, да. Правда. Вот здесь неправильно. Есть нормальные люди. Но не все. Не все. Правда. Я не жив, что я говорю. Прости, пожалуйста. Вот честное слово. Мне плохо. Вот честное слово. Вот как бы я неправильно... Давай, играй сегодня будет. Я говорю, как я говорю. Мне плохо. Как тебя зовут, хоть? И честное слово. Джорджик, Вашингтон, младший. Давай, младший. Александр Сергеевич, Витя. Александр Сергеевич, Кушкин. Витя, знаешь, что самое главное в нашей жизни? Купить миллион шариков и отпустить их нахуй, оно вообще нужно. Ну да. Ну вот, все. Саша, прекрасная борода. Прекрасные песни. Вот ты поэт. Да. Ты просто никому ничего не говоришь. Я тебе серьезно говорю. Вот ты, вот ты, вот ты поэт. Ты просто... Может быть, ты даже сам об этом не знаешь. Либо не говоришь. Ты сняйся. Дим, что скажешь по этому поводу? У меня стихи есть на один сон. Стихи есть. Да, это есть. Давай. Я сыграю, а ты прочитаешь. Давай. Суза плывет. Это даже не мой. Вот здесь чуть-чуть. Вот здесь чуть-чуть. Пацаны. Это не моции вообще. Это не моции. Как, 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 захлёстывает. Слушай, это не мой. Если ты его спиздишь, я сейчас, короче, приезжаю. Да езжай. Держай. Владимир, давай. Смотри, вот мои стихи, которые сочинились 16 лет. А тебе сейчас сколько? 36. Я помню. 20 лет назад я сочинил эту песню, но с ебучим темпом инфляции. Стихи, слушай. Слушай, ветром мы несу все самое дорогое. Оставив в пустоте сметящий смех. Лампа тихо догорала в остатках любящих людей. Если ушло минуты ожидания прекрасных белых кораблей, Нету больше места у причала, который был тебе шучок. Ладно. На самом деле, в 16 лет ты слышнил песню «Мамы». Послушай, лишь только сквозь окна проникнут лучи. Счастливыми глазами просыпаешься ты. Ведь сегодня с утра, свой день рождения, мама. И с поздравлениями к тебе идут. И звучит гитара, чуть нежный звук. И весь мир сегодня для тебя лишь, мама. Ну а если хоть что-то пойдет не так, Все равно в нашей жизни досада пустяк. Улыбнушись скажет нам, Только мама отберет себе покрашенный наряд. И сегодня, как люди говорят, Улыбнись и нажись, посмотри иначе. Эта песня, филистик, Для мамы отыскнирует, Взял пирогу, магу, слепя, надавил. Третье строчки на лист ложились криво. Посмотри на мир с другой стороны. Там такие же люди, как я и ты. И они тебя поздравляют, мам. Мне дай бог, слава богу, Все здравы. Ну, каждый раз я читаю тот стих, И мне грустно с ним. Потому что я знаю, что Когда-нибудь я его буду читать. Сейчас он узнает. Слава богу, сейчас я. Вот так. Держи, Саша. Слава богу, сейчас я пойду. Слава богу, сейчас я пойду. Слава богу. Слава богу, сейчас я пойду. и по минутам осыпаются ожидания невозможного ранним утром просыпаются а движение не осталось снова я помню сон ледяной воды нас окутала без известностью как же долго друг друга искали мы пропали с тобой без вести проститься я тусин закрываю я глаза закрываю сквозь туман уплыва болен в столице не можно за шаверма съешь может две маленькие будьте панькава на по-любому давайте две маленькие 2 больших по любому там съешь 2 маленьких по 40 что в голову идет да нет карты не нужны там или просто нибудь не-не-не монета еще нет да не какая монета Саня сразу видно кто не играет на гитаре монета не нужна она тебе? не нужна? я посмотрю я просто сейчас медиатор сделаю я сломаю тройка что ли? она мертвая у меня есть еще пятерка и тус оставь себе мертвая Ветра разрывая в площади облака Не забыли, шлют издалека с дома, мама И не последняя любовь А по небу бегу Видишь, жито следы Это может быть ты Это может быть я Это может наш дом Это может нам поют свои Наш плакаса на камень Идет война на памятник Наш плакаса на камень Идет война на памятник Наш плакаса на камень Идет война на памятник Развы с полными за стулями И земными поклонами Встанем, выпьем Изо всех помолчим Месяц в полу не шатается Изо язык ноги заплетаются Встанем, скажем Брат-брату нужные слова А по небу бегут Видишь, жито следы Это может быть ты Это может быть я Это может наш дом Это может Ебать и заебался Пизду Может быть здесь тяжко Фух, ебать Димон, ну чего ты загрустил Птичку жалко, что ли Брат-брату Смотри, жалко Не отмыл Не отмыл Не отмыл Суру Суру Суна Брат, есть какая-нибудь Изолента Классная Ебать, я бля Здесь грязно Звучит Звучит Изолента Брат Изолана Звучит Звучит Нужно Брат Поехали. Поехали. Не то пальто, да? Уносит юные надежды. Ну, лучше я забыл опять. Забыл. Все, что у родной души не забывается никогда. Не важно, сочинил сам или когда-то кто-то. Ветер бьет лицо, я пьян, как всегда. Ветер бьет. Ветер бьет. Ветер бьет. Ветер бьет. Ветер бьет. Ветер бьет. И все пройдет нам когда-нибудь. Часть санкарин. Ветер бьет. Ну, нихуя себе. Нормально накатал сегодня. 700. Это 2 часа, да? А? 2 часа. Честно. Семьсот рублей, два часа, да? Ну, образовый. А, здесь сайт не показывает. А, час сорок одна. Вот это ты пророков. Одна, что ли, какие-то, я сам за это. Да не, немножко такой. Я так тоже иногда говорю. Нет, я знаю, но... Знаете, какая мне песня нравится? Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Да, я буду твой посылать. Давай! Хорош там. Мотографируй. Давай, дядя. Половица. А, сейчас. У меня вообще как-то далеко, с цветочками, прикольно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!